Пожарно-спасательный супер перститановит. Деревня Оркова. Да, поняла. Деревня Оркова. Кто-то говорит. Работа на бежал. Ежедневно на телефон дежурного 235-й пожарной части, расположенной в Молоково, поступают десятки звонков. И каждому из них эти смелые люди готовы. Не всегда звонки – сигнал о пожаре. Обращаются сообщениями ДТП, просьбами о помощи в экстремальных ситуациях. И оказать ее надо в кратчайшие сроки. Норматив прибытия на место – не более 20 минут. Район выезда уходит в населенные пункты. Поселок Володарка, Большая Володарка, Малая Володарка, Орлова, Месаево, само село Молоково, село Остров. Район как бы большой. В село в район выезда входит 13 деревень, 2 микрорайона. В распоряжении у спасателей два автомобиля. Каждые сутки в караул заступают 7 пожарных. Всего в коллективе 30 профессионалов своего дела. Только за 9 месяцев этого года они совершили почти 300 выездов и потушили 44 пожара. Вообще же за сухими цифрами статистики стоят истории о доблести, отваге, сопереживании. Конечно, это больше, чем просто профессия. Это призвание. Вот и начальник караула Владимир Самарский еще с детства видел себя только пожарным. Несмотря на общее мнение, что пожарный должен быть там, как это сказать, безбашенным, волевым, я считаю, что основная должна быть у человека голова, потому что все пожары разные, случаи все разные. И, как говорится, если не думать головой, то последствия могут быть печальными даже для самих пожарных. Сложности в работе у пожарной части хватает. Основные, как оказалось, связаны с дорожной ситуацией. Загруженное Володарское шоссе и заставленные машинами новые жилые микрорайоны зачастую забирают те самые драгоценные минуты. А еще спасатели настоятельно просят не начинать тушить пожар самостоятельно, а сразу набирать 101. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ.